Ай, мне надо одеть маску. Так одевай. Есть? Привет, девчонки. Я сегодня немного пьем и не сяду уже за руль. Сегодня у нас будет видео, как собирать краполит. Что такое краполит? Что такое шляжки, Юра? Вообще-то это сцена была для того, чтобы пошутить. Я вспомнил этот момент и посмеялся. Да, ну ладно. Я бы это не выложил. Я сегодня немного пьян и не сяду уже за руль. А тебе не смешно, да? Ну, уже нет. Ты снимаешь, да? Да. Привет, дорогие друзья. Сегодня у нас будет необычное видео с рукоделием, DIY и очень полезное. Сегодня я вам покажу, как сделать очень дешевый, а самое главное, хороший сквизер. Я бы сказал, что это будет вообще лучший самодельный сквизер. Ничего лучше вы на ютубе не найдете, я вас уверяю. Потому что наш сквизер по своей сути ничем не будет отличаться от магазинов. И стоит будет всего лишь ну, в рублях, наверное, до 15, в гривнах, до 10, не больше. Так, выключаю. Вот, что-то легко, да? Да, чтобы не было этого видно. Ну, вот так не видно. Ты дурак, ты не можешь вот так сделать? Так вот видно это. Теперь снимай. Ладно. Так, друзья, для сквизера мы будем использовать для создания самодельного сквизера вот такой вот жидкий клей. Продается, ну, в любых канцелярских магазинах. Ну, не в любых, конечно. В общем-то, это обычный жидкий клей канцелярский с марлевой вот такой штукой. Так вы и пишите в интернет и легко его найдете. В чем прелесть этого корпуса для сквизера? Потому что это по своей сути и есть сквизер. Нам его нужно всего лишь будет усовершенствовать. В принципе, вы можете спокойно вылить клей, залить сюда чернила и пойти уже гатить. Но вам его не хватит больше, чем на пару тенов. И сейчас я объясню, почему. Если присмотреться, под марлей есть небольшая решеточка такая пластиковая. И сама марля довольно тонкая. Плюс очень большая пропускаемость. И так как клей жидкий, а чернила ну, так как клей погуще, чем чернила, а чернила все-таки будут прям очень жидкие, то они будут просто отсюда вытекать, а марля порвется при первом же не знаю, чуть вы надавите. И она, в принципе, сразу и порвется. Поэтому нам нужно немного усовершенствовать саму голову этого маркера, давайте называть так. И по сути мы за 7 гривен получим, ну, полноценный сквизер, ничем не отличающийся от магазина. С гибким корпусом, потому что он действительно приятно лежит в руках, можно отлично давить, делать подтеки, ну, вообще ничем не уступает. вот, в общем-то, как выглядит голова без марли. У нас есть второй маркер, получается вот такая вот решеточка, чтобы вынять марлю вместе с головой. Откручиваем и смотрим вовнутрь. Здесь у нас будет заправлена марля и пластиковый, такой как кончик. Нам его нужно просто отогнуть и все, оно просто выпадает. вот, оно разбирается легко и достается марля. Что нам еще, в общем-то, давайте начнем для начала, что нам понадобится и что мы собираемся с этим делать всем. Первым делом, для того, чтобы пропускная способность чернил была немного лучше, мы сделаем небольшое отверстие вот здесь, по центру. Но полностью вырезать пластиковые лепестки не нужно. Я объясню немного позже, зачем. Далее, вместо марли я предлагаю взять вот такой вот капроновый носок, колодки, в общем-то, что угодно и использовать их, потому что они будут понадежнее. Ну, в несколько слоев, естественно. Вот. А для того, чтобы наши чернила, которые так довольно жидкие, не вытекали, мы под голову вот сюда запихнем небольшой кусочек губки. В принципе, в обычных маркерах такая практика используется, поэтому мы берем обычную губку, вырезаем небольшой квадратик, кругляшок, неважно, и поплотнее его туда запихнем. Давайте приступим это делать. Поэтому и лепестки не нужно до конца обрезать, чтобы это все не выпало просто наружу. То есть, нам, по сути, надо усовершенствовать только голову. И мы, ну, за цену там 7 гривен получим полноценный маркер. выльем жидкий клей. Для этого просто берем стаканчик. Потом нужно будет тщательно промыть, чтобы залить туда чернило. Так, проволочку вынимаем и аккуратно сливаем. Чтобы клей использовать дальше, можете накрыть стаканчик пленкой и с ним ничего не будет. Но если вам этот клей не нужен, не знаю, можете просто вылить или еще что-то. Кстати, он еще неплохо подходит для слаймов самодельных. Дети очень любят такие штуки покупать. Теперь, ребята, нам нужно вырезать небольшой кусочек губки под наши нужны, чтобы запихнуть сюда. То есть, это будет просто небольшой квадратик. Кстати, еще вам советую, если у кого-то будет возможность и желание, можете даже можно в принципе вырезать еще небольшой кусочек шершавый и подложить его сверху, именно под капроновую часть. Тогда перо будет еще более неубиваемое. Но тогда оно, скорее всего, будет сложнее пропитываться и подтеки тоже будут тяжелее делать. Так, в общем-то, давайте просто с уголка где-то отрежем. Я думаю, нам этого будет более чем достаточно. Все, вот такое тревольничество теперь его просто там можно даже чуть-чуть подровняем вот так. Квадцать. Все, все остальное просто легко помещается вот так вот. Вот как это выглядит с этой стороны. Так, ребята, теперь переходим к самому основному. Нам нужно вырезать небольшой кусочек капроны. давайте это сделаем в принципе и это уже завершающий этап. Как думаешь, какого размера? Квадратик вырезать? Ну да. Из двух слоев? Да. Нежели. Так, ну, в общем-то, все детали готовы, так сказать. Осталось только собрать. Я говорю, вставляем кусочек губки вот в наш маркер. Берем капрон и просто вот так натягиваем и здесь с этой стороны завязываем на узелок, как в мешочек. Потом лишнее просто обрежаем. Вот, выключим. Ребята, ну что, в общем, вот что у нас получилось. Завязали на нитке, завязали сам капрон. Ну, не надо так близко. Завязали капрон и вот такая штука у нас есть. Знаете ли, аккуратно, неаккуратно. Главное, чтобы работало. Перо надежное, губка есть. Что еще надо для полного счастья? Дальше. Рисовываем в голову, в резьбу саму. Продеваем, да? Или нет? Она не помешается. Ну, все мне пропишно. О! Ну, идеально. Вылезло. Марк, голова готова. Можете интересовать. Дальше просто берем корпус испустошенный и заливаем туда просто любые чернила, желательно погуще, потому что сквизер все-таки, ну, это вам не обувь, маркер, что-то желательно погуще. Можете, даже банально, так как перо самодельное, его можно легко заменить. Взять даже эмаль, растворить там, растворителем немножко, с растворителем немножко размешать и идти гатить. Также второй варик зеленка плюс фукорцин получается чернила такого фиолета синего цвета. Там, два к одному, по-моему, фукорцина два, зеленка одна, зеленка одна, или наоборот, в общем-то, помешайте и тоже будет неплохо. Ну, минус таких чернил в том, что они быстро выгорают. Но, первоначальный эффект отличный. Так, ребята, заправили вот такую вот чняву Blackbird украинская фирма черная борода. В помпу не лейте только в сквизеры, потому что очень густая, с пигментом, блядь, забивает, короче, только сквизеры. Так, ребята, ну, то, о чем я вам и говорил, смотрите, полностью эргономичный сквизер, как из магазина. Чтоб не вымазать, есть вот колпачок, который накручивается на резьбу. Вот, в принципе, перо. Давайте его пропитаем. Честно говоря, положу фотометрическую штуку горизонтально, чтобы вымазать, чтобы будет течь. Достаточно наклонить. Все, пошло. Нет, вы не видите. Так, чуть надавил, чтобы она пропиталась. Вот, пошло черненькое начало. Вообще, ничего нет. Чем-то, реально, херово пропитывается. Может, губки временно? Чем-то, пошло. Реально, жестко. На видео, кстати, ничего. В общем-то, друзья, попользовался я какое-то время этим сквизером самодельным. Ну, не именно этим, как вы видите, второй. Я так же сделал, он пока еще пустой, я не заправлял. Что я вообще могу сказать по поводу конструкции и прокомментировать. Ее нужно немного улучшить. Смотрите, мы немного переборщили с количеством губки. То есть, ее действительно, мы запихнули сюда очень много. как бы, если у вас чернила более жидкие, может, это и пойдет. Я использовал черную бороду. Они довольно устые. Пропитать всю эту губку, всю эту ткань, ну, довольно ей сложно, скажем так. Из-за этого линия прерывчастая, нестабильная. Вам я советую все-таки, наверное, не до конца обрезать эти пластиковые, скажем, усики, чтобы они сдерживали все-таки хоть как-то губку и губку уложить по минимуму. Действительно, не сильно много. Мы сейчас уменьшим количество губки до минимума и попробуем еще раз заправить и пописать. Где я уменьшил количество губки, стянул получше вот этой капроновой тканью, потоньше, чтобы пропускная способность краски была лучше. По идее, должно быть нормально. Но когда вы будете делать, я вам скажу, вот пластиковые усики, которые держали, чтобы губка не выпадала, вы их так сильно не отрезаете, потому что у нас теперь губка сидит внутри и она, короче, не выпуклая. только наклонив и она уже начинает пропитываться. Это одновременно и хорошо и плохо. Сильно быстро пропитываться означает будет течь. Вот и давленно само пропитывает губку. В прошлый раз я вам напомню, мы давили со всей дурью и ничего не пропитывалось. А сейчас само абсолютно даже не полностью наклонил. Да, оно потекло. отлично смотрит. Вот получше пропиталось, пробелов вообще нет. Он сильно течет. Вот. Я думаю, я тебе чуть передавил, пошло, поехало. ну, это уже прикол чернил, но я думаю, что увидишь, что это работает как сквизер, вот, вы можете поддавливать и оно вот капает прямо с него. Ну, друзья, вот такое вот у нас видео получилось. Я думаю, вам показал принцип работы, как нужно его собирать, технику. В общем-то, это довольно несложно. Единственное, что в зависимости от густоты ваших чернил вам придется поэкспериментировать и поменять количество губки. Если ее будет сильно много, этой губки, в вашем пере, чернила будут не проходить, будут пробелы в линии и они будут сложно писать. Если сильно мало губки, это все будет очень сильно течь и у вас будет большой расход чернил. Тут нужно найти среднее количество, золотую середину. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, за такой офигенный вариант, как сделать сквизи. И всем пока.